МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами премьер балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра. Это Канат Надербек. Здравствуйте, Канат Надербек. Премьер балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра. Родился и вырос в Киргизии. В балетную школу попал по совету своего дяди, народного артиста СССР Челпанбека Базарбаева. В 2008 году Канат Надербек окончил Бишкекское хореографическое училище, затем работал в Кыргызском национальном театре оперы и балета, а также в международных танцевальных труппах за границей. С 2016 года является одним из ведущих артистов Приморской сцены, исполняя главные мужские партии в балетах «Лебединое озеро», «Жизель», «Спящая красавица», «Корсар» и других. Я знаю, что ваш путь в балет не то чтобы проложил, но помог проложить ваш дядя, который тоже был выдающимся танцовщиком, который является национальной гордостью Киргизии, откуда вы родом. А вот каким образом приходило ваше осознание того, что эта профессия действительно ваша, что вы хотите в ней жить, развиваться, творить? Ну, в молодости вообще даже понятия не имел, что такое балет. Для меня балет – это было только в понятии «девочки в пачках танцуют», а что мужчины могут тоже что-то делать в балете, это для меня было, не знаю, новым. И когда отдал мне дядя в балетную школу, я не понимал, что для меня значит балет. Для меня балет – это как учить математику. Но вы при этом не сопротивлялись, да? Нет, конечно. Для меня это было новое, потому что в классе было где-то 9 мальчиков, 30 девочек. Мне это больше нравилось, то, что одни девочки, и там дисциплина была хорошая. А вот сознание я только начал понимать где-то лет 15 или даже в 14, более осознанно, сам уже с умом начал заниматься, брать ключи от зала по вечерам после ужина, заниматься, отрабатывать вариации, учить балеты. Даже уже в молодости я начинал учить спектакли. То есть по собственной инициативе какие-то партии разучили, готовили, да? Конечно. Для меня было очень важно все знать мужские вариации. Я уже во втором курсе знал где-то 15 вариаций из всех балетов мировых классиков. А был какой-то вот переломный, поворотный момент? Что вас зацепило, знаете, как бывает? Может быть, какой-то спектакль в чьем-то исполнении? Как-то вот совершенно меняет взгляд. Да, это был балет «Жизель». Я тогда первый раз пошел посмотреть спектакль в девятом классе. Для артиста балета это удивление, чтобы пойти в пятом-девятом классе, первый раз в балет. Это, конечно, очень поздно. И тогда я осознанно начал заниматься. Мне это очень сильно вдохновило. Исполнение гастролеров из каких-то... Не помню, тогда я же был маленький, были гастролеры-звезды. И они меня очень сильно зацепили. И после этого я понял, что балет – это мужской танец вполне. И это искусство, не только акробатика, не только исполнение каких-то там па. Можно душу показывать на сцене, свои эмоции, и даже перевоплощаться спокойно в другие роли. Я так замечаю, что у танцовщиков, у лидеров разных труп часто бывают два таких типичных пути. Один – путь в профессию благодаря хорошим способностям, природным данным, какой-то предрасположенности. А второй – вопреки. Вот у вас какой вариант? Первый или второй? Первый вариант, когда я начал учиться, у меня все данные совпадали. Слух, музыкальность, физические данные были отличные. Но был самый переломный момент, когда я сломал ногу, готовился на международный конкурс, и на третьем курсе у меня была травма. Я даже госэкзамен не сдавал по спецпредметам. И я практически пропустил где-то полтора года после травмы. И я балетом уже думал, все, забросил балет, пошел учиться на экономиста, отучился, получил диплом, думал, все, балетом завязал. То есть такая огромная пауза была, да? Да, и я никак не мог, не знаю, пойти в другую профессию, сидеть в офисе, быть экономистом, для меня это было дико. И я вопреки начал заниматься обратно балетом. Меня же забрали в армию, я отслужил. И после армии даже начал продолжать заниматься балетом. Этому, можно сказать, вопреки травмами я начал восстанавливаться. А вот когда вы все-таки вернулись в балет и были молодым танцовщиком, я знаю, вы много танцевали в иностранных компаниях. Это было и в Испании, и в Корее, и в Англии. Да, это уже контракты частные были. И я после выпуска восстановился после травмы тяжелой. И спустя три месяца сразу танцевал «Принцесс Зикфрида». Мне было тогда 18 лет, Солора. И пришли контракты, поехать на гастроли на три месяца по Европе. Я, конечно же, согласился, ездил в гастроли. В компаниях, работая, я очень познакомился с такими ребятами, которые отличались от русской школы. Все-таки это... Я окончил бишкейское училище, и у нас тоже русская школа. По методике Вагановка обучают. И когда ты встречаешь балерины, которые окончили испанскую школу или французскую, они очень сильно отличаются правильно. Их, если, допустим, наших балерин не надо крутить, а их надо, наоборот, крутить, это европейская школа. Очень сильно отличается. То есть ваш профессиональный багаж пополнился, да, вот, от этого опыта? А что касается именно желания работать вот в большом репертуарном театре, оно у вас было или для вас было непринципиально, в общем-то? Могли бы и дальше продолжать вот такие гастрольные, контрактные истории? Я даже не планировал, что я уже начну работать в таких стационарных театрах, которые уже имеют свой репертуар. Это так случилось случайно. Я мог прекрасно продолжать также работать по контракту, как фрилансер. Поступил контракт, приехать сюда станцевать «Три лебединых озера». Я станцевал. И в это время как раз Приморский театр переходил на Мариинский театр. Да, да, да. Это был, мне кажется, шанс для всех артистов попасть в этот театр, поработать с такими великими педагогами Мариинского театра, Кировского театра, ныне Мариинский. Я решил остаться. Ну, сейчас, конечно, репертуар у нас расширяется, медленно, но расширяется. Сейчас, видя этот театр, как-то почувствовав его изнутри, можете назвать какие-то очевидные плюсы нахождения вас здесь, как профессионала, как части, труппы? И какие-то минусы, которые, возможно, исправятся в будущем, но сейчас они есть, потому что театр молодой, допустим, и все еще в стадии становления. Минусы, конечно, здесь тяжело привлечь сюда молодых артистов. Как-никак мало кто знает о Владивостоке, о приморской сцене. Это надо, мне кажется, уже время, чтобы все узнали о театре. Если питерский, Мариинская сцена уже существует больше двухсот лет. Да, больше двухсот. А это, сколько, не знаю, пять или шестой сезон? Шестой сезон начался. Конечно, это очень мало за рубежом, и многие артисты о театре мало что знают. А плюсы, конечно, здесь такой масштабный театр. Здесь мало где можно увидеть такие театры шикарные, с такими условиями, с таким сценой огромным. Конечно, климат здесь сурово не для всех подходит, зима особенно. А природа здесь шикарная. Я могу согласиться, что природные здесь ресурсы классные. Вот вы, кстати, сами долго раздумывали не только с точки зрения театра, а с точки зрения всех остальных слагаемых. Климата, что это так далеко, стоит ли остаться в Владивостоке. Как вы все это взвешивали? Ну, я сначала спросил, когда позвали меня танцевать «Три лебединых озера». У меня отец здесь служил, два года служил. А, что-то вы знали, да? Да, и мне отец рассказывал, он это был очень при Советском Союзе давно, тогда еще не было ни мостов, это был закрытый город. Он так же сказал, что прям все там, все сурово, людей мало, все практически сидят дома, никто никуда не выходит. Но когда приехал сюда, я удивился, правда, что здесь намного... Вполне динамичный город современный. Здесь вообще классно. Ясно. Я читала, что в истории школы балета в Киргизии вы являетесь вторым человеком, который стал премьером Мариинского театра. Несмотря на то, что это приморская сцена Мариинского театра, ну, это большое имя. Я сам об этом только недавно узнал, этим летом. Я даже неосознанно занимался тем любимым работой, что и, как и все, я выпустил в Сабичкейской ферминической школе. Так получилось, что я единственный выпускник нашей школы, кто представляет балетную школу в Киргизии в Мариинском театре. Потому что многие артисты, даже мой педагог окончил в Агановку. Многие великие артисты в Киргизии заканчивали в Агановскую академию или в Московскую академию. А так сложилось, что я выпускник, и сейчас в данный момент работаю в Мариинском театре, в сатусе премьера. Про Булата Манжелки, который тоже проработал в Мариинском театре на исторической сцене, он оперный певец, а я в балете. А вы в балете. Вы чувствуете, что ваш танец, вашим танцем, вы представляете не только самого себя, но и, может быть, вот национальный балет Киргизии. Почему нет? Вы же воспитанник этой школы. Что-то есть? Конечно. Я, когда первый раз начал выезжать на гастроли, и после спектакля, многие иностранные зрители подходили, спрашивали, откуда я родом, кто я. И мало кто знал там Киргизстан, где это находится. Даже понятия не имели, что есть там балетная школа. И узнав, что там обучают таких артистов, как я, могу сказать, были очень сильно удивлены. И я могу, да, гордо сказать, что бешкетская школа балета очень сильная. У меня вот одноклассник, он лауреат семьи международных конкурсов. У нас очень много хороших артистов. Этим летом вы ездили к себе на родину. Это очень широко освещалось, особенно прессой Киргизстана. Вы с Ириной Сапожниковой, вашей женой стали настоящими ньюсмейкерами, наверное, у вас в стране. И я знаю, что в том числе, кажется, вы встречались, да, вот, с труппой национального театра. Да, я часто у меня приглашают станцевать с балеринами местными. Вот у вас есть желание, возвращаясь на родину, ну, какой-то свой вклад вносить в развитие балета там, не знаю, на уровне мастер-классов? Конечно. Может быть, у вас есть амбиция ставить спектакли? Идей много, но пока только идеи остаются при себе. Никто на встречу не идет. Я бы хотел очень сильно сотрудничать с нашим Киргизским театром. Но пока что я же не могу сам идти на встречу и предлагать свои идеи. Я даже предлагал, даже подходил. Но пока они все говорят, о, все классно, хорошая идея. Но пока все оставалось только устно. То есть они вами гордятся, но пока что какого-то такого сотрудничества? Да, контакты не... пока сотрудничества не идут. А то, что мы с Ириной Сапожниковой очень такой бум сделали в Бишкеке, это, мне кажется, то, что я выложил в Инстаграме фотографии, как мы в мечети сделали Никах. Это было для... Как она по национальству русская же. И все были удивлены, что русская приняла ислам, все такое. Но она не принимала религию исламов. Она просто обряд совершила. Да, обряд. Это вот, мне кажется, одно и то же, что и православных. Пойти в церковь и венчаться. Возвращаясь к репертуару здесь, в Мариинском, у вас есть... Вы сказали, что партий не так много, как хотелось бы, спектакля не так много. Но вот из тех, что есть, у вас есть свои фавориты, ваши любимые, с технической точки зрения или там, где вы драматически больше раскрываетесь? Драматически мне больше нравится в партии Альберта Жизели. Технически тяжелые для меня корсары. В партии Конрада. Ну, то, что я хочу сейчас танцевать, вот и много. Наверное, уже к окончанию нашего разговора хочу затронуть тему современной хореографии. Мы немножко с вами за кадром поговорили о том, что вот будут появляться у нас на Приморской сцене балеты современных хореографов. И я знаю, что вы очень цените, очень высоко цените и Ржикилиана, и его балеты. Вот расскажите о ваших отношениях с современной хореографией. Был ли опыт? Хотите ли такого опыта? Ну, когда я работал в Сеуле, в универсал Балет, там были постановки и Киллиана, и Форсайда. И когда я узнал о Киллиане, я думаю, это талантище. Из всех хореографов могу на уровень поставить Акрам Хана сейчас, на нынешних, современных, и Киллиан, из всех, которые ставят сейчас классные современные балеты. А вот про классику я не буду трогать, эта классика остается классикой, а вот современный балет – это Киллиан, и я думаю, он талантище. Конечно, хочется, чтобы его хореография здесь была, репертуаре у нас. Конечно, для зрителя Приморской сцены это было бы честь увидеть и для артистов исполнять хореографии Киллиана. Его называют философом от балета. Да. У него такие очень глубокие метафоры и музыкальность, конечно, потрясающие. Ну, музыкальность у него там, да, классно. И вы сказали вот до того, как включились камеры, что есть планы на Приморской сцене Мариинского театра делать спектакли. Да. То есть выходить за рамки классического репертуара. Расскажите немного из того, что можно рассекретить. Пока что это держит в секрете, но планируется в феврале постановка Дмитра Пименова, Дафна и Хоя. Это однокный балет, а второй балет пока еще не озвучили. Но будем ждать, что это будет очень интересно для артистов и для Приморской сцены. Это современный балет. Однокный балет и два. Здорово. Баланчина у нас уже танцевали, да, это неоклассика. Ну, баланчина, да. Неоклассика, как считается. Ну, я все считаю модерн и классика. Но сейчас будем ждать хореографию Дмитрия Пименова. Это молодой хореограф. Надеюсь, будет все круто. Будете расширять свои горизонты, горизонты своих возможностей. А зрители горизонты своих представлений о балете. Ну что, будем ждать вместе с вами. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо. Мне было очень приятно. Спасибо. Спасибо.